бывший практически американец топит за владимира путина я вырос во дворе на улице алтайской где родился и вырос борис гримичиков вот наш вечно живой это кстати недавно появился да да я специально сюда и привел чтобы показать слушать у нас попса игры так это попса да но у вас мне сказали не коммерческая попса то что в армию хочешь тебя в армии взять на в жопу вот буквально недавно мы гуляли вот туда но я гулял непосредственно у нас по проход от грибыча до норы а сегодня мы пойдем вот туда ну правда мы будем идти так сказать по прямой как стрела у нас замечательный гость по миллионов нас познакомил не менее прекрасный человек москве если показали он большой тебе привет я кстати твой клуб пропиарил в проходке про там там все время забывайте об этом сказать и уникальная судьба у человека в общем-то тот самый случай когда все почему-то тудысь а он оттуда наш гость прекрасно расскажет я буду вот собой вот это вести потому что я в таком цеплоте сегодня и на машине тут фиг проедешь поэтому велосипеде бегаю по центру ну во первых порядок что ты человек довольно известный в определенной субкультурной среде но может быть для тех трех человек которые смотрят твои аудитории которые дома сидят в ю тубе я могу рассказать да клубом не ходит так значит давай начнем с того что ты у нас из петербурга из ленинграда из ленинграда ну как и я родился в 1973 году в городе герой ленинграде у нас принципе мы с тобой примерно одного поколения мы найдем общие за если кому интересно родился я московском районе рядом с метро московская а вот там где ленин с кепкой а теперь и фонтаны очень все мое детство прошло там и в центре особо не тусовался ну а сейчас как успешный человек живу в центре и тусу из центра такая биография и географически до какого момента ты жил вообще вот папа пару две пара тройка таких воспоминаний детско-подросткового я даю лухи интересная для наших зрителей и слушателей тот факт что я вырос во дворе на улице алтайской где родился и вырос борис гременщиков мой отец ходил в один тот же класс в школе с борисом гременщиковым а моя мама в той же школе на два класса младше вот я это конечно не знал пока начал фанатеть по поводу гременщиков шоу 15 лет как выселась моя парадная открываешь а напротив какие-то 200 метров жил когда то борис гременщиков я об этом на самом деле не очень часто думаю но когда я вспоминаю этот факт мне кажется какая-то астральная связь что-то такое рок тусовочная над улице алтайской витала кому не лень езжать на улицу алтайской напишите там пару граффити я разрешаю ну конечно на квартире гременщиков не на моей я там давно не живу меня там ничего нет квартира гременщиковая большой конюшен я думаю да да что конечно все давно уже оттуда выехали ну да детство прошло метро московской там прекрасная была построена гостиница как я понимаю финскими специалистами советское время вот где большая площадь я уже не помню победы или чего-то площадь помню что в детстве ужасное советское детство в десять лета залезал в финскую гостиницу в помойку и находил там баночку пиво конечно использованы уже но она была такая яркая красивая советскому ребенку это было как какая-то погремушка или сувенир вот до чего люди довели страну родную до ребенок из помойки какой лон брау или что-то господи даже такая блестящая красивая но тем не менее вот но это как мы собирали эти пробки от бутылок и это были для нас общем а это я конечно с юмором говорю советское время был и хорошее плохое и если серьезно но вот какие такие воспоминания они очень смешные сейчас вспоминать как там кому-то банк из-под пива пустая могла нравиться сейчас это вызывает искренний смех не ты ходила какой-то простой школы со школой тоже не повезло если кто-то хочет завести детей сейчас небольшая поучительная история обязательно убедитесь в том что ребенок ходит в школу которая рядом со своим двором чтобы после школы ваш ребенок тусовался с теми же детьми что в школе у меня была совершенно обратная ситуация у меня почти авторитетная бабушка заслуженный учитель сср покойный царство небесное вот настоял на том что я учился в ее школе где она работает и я кстати другая уже тема о том как детей насилуют тогда детей не насиловали я ездил с массу метро московская но метро ленинский проспект на троллейбусе 6 лет 6 лет я пошел школу я ездил на троллейбусе один раз описывался 6 лет можно от страха маньяков не было 6 лет ладно извините мы мы прервемся буквально секунду вот сюда мы потом зайдем отдельно уже в рамках моего другого тура потому что это садик сан-гали и про него очень много рассказать можно частично это описано м против водителей по детском проспекту человек который изобрел батарею мы сегодня мы поговорим об анатеке а люди которых не пускают в анатеку то есть малолетки частенько здесь по ночам тусуются происходит всячески садом и гамора алкоголь это самое-самое лайтовые 8 секс без перерыва очень бомжатник по ночам еще тот очень жалко жильцов которые там там хорошие кварталы наверно им тяжело чтобы по ночам здесь такое но неформальное движение происходит ну вот в общем да я и я начал о детях у меня весь мой бизнес это о детях забота о детях короче в итоге я приезжал домой а во дворе чужие дети я их не знаю в школе не знаю я их боялся я вырос таким вынужденным интровертом иди сюда вырос интровертом вообще социопатом потом встретился через 30 лет а ты что не знал что там маша с восьмого класса трахал и игорька с 11 я говорю ребят я не знаю я в этом дворе не вырос вы там уходили школы все пока я не знал кто кого трахал они все трахались там просто а я сюда пропустил в общем пожалуйста если у вас не надо отсылать детей куда нужно вот выйти и встретить там морду набить кому обидел в школе все должно вот такое быть естественное а я вот немножечко криво косо ну чё сейчас сожалеть просто констатирую факт что у меня были проблемы с коммуникации за того что учился далеко от дома на самом деле да и такая проблема я с не столкнулся уже под занавес когда мне пришлось из моей школы переехать новый район абсолютно бомжаски на большевиков и там конечно была жесть и пока не поступил в училище где обрел там проходите вперед иди мы сейчас делаем красивый проход масса опер операторский сквозь сквозь меняющиеся да кстати я потом учился в медицинском училище сейчас называется колледж и опять же ездил видимо судьба такая была я с московской ездил аж в петергоф сейчас совсем ушла далеко на вернись ко мне я не там хороший обзор это будет красивая картину почему в петергоф потому что петергофе было медицинское училище при балтийской больнице балтийской пароходство что-то такое сейчас уже все упразднили и всем гали вот вы станете фельдшером сядете на корабли поплывете каком-то амстердам ну конечно все советские дети хотели в амстердам прям медом намазано банки я жил в атмосфере когда нужно подсвечивать сарказм потому что многие принимаются вот так и такая юности и потом матушка моя устала от зарплаты в 100 рублей течение все негатив посолок да вот устал от зарплаты рублей рванула в сша и сказал мне ну что саша ты поедешь ты что в армию хочешь тебя варь обязательно в жопу она не сказал что вообще в мата очень мало было семье но она отчетливо донесла что произойдет анальное изнасилование в рядах советской тогда еще армии и я конечно сразу захотел в америку если честно я не очень хотел я боялся как любой 17-летний подросток что за америка у меня была первая девушка а говорят наоборот в америке пидорасы не брать и попозже я хочу объяснить для тех кто потерял девственность 13 лет при путине что в мои времена девственность теряли в районе 8 18 и 17 вот только у меня все начало проклевываться и мама гад собираем чемоданы мы едем в америку ну ничего потерял девственность уже в америке с американкой с американкой который была на четыре года меня старше все нормально было бы страшно если будут я уехал америку девственность не потерял бы вот был бы кошмар но в общем то все фильмы оля американский пирог они же про это про то как это главное никогда не судите о культуре по фильмам это все особенно про америку и такие враги это как вот эта вся клюква которая снималась про нас в том числе не мафия slave girls вот это все но мне кажется то то снимают сами американцы они сами себе создают мифы что всюду прекрасные девушки на пляже калифорнии girls ну какие калифорнии girls и там все вмятых станок без косметики не ну нью-йорк да а вот буквально то в бостон приезжаешь ну казалось бы у нью-йорк это там модели но за нью-йорк и лос-анджелес это совершенно разные миры понятно ну ладно рука как собственно москва допустим и я всегда приезжаю москву замечаю насколько люди а в том числе в особенности девушки отличаются от обычных городов и в том числе от петербурга есть какую-то что-то такое лоск какой-то со так что езжай москву будешь отличаться хочешь быть не так как все я не такая я жду трава и где вы жили в америке в штатах ну так сложилось что мы приехали в сан-франциско вот как я вам карман город стиле диско ну наверное да я помню прекрасно почему-то я хочу небольшое лирическое отступление в этом году исполняется 15 лет как я вернулся из сша в россию то есть интересно когда да и сейчас очень интересно вспоминать как я попал в сша я помню пересадочный рейс когда мы прилетели в нью-йорк и оттуда летели сан-франциско и люди которые перекладывали наш багаж спрашиваю куда вы летите завидовали на моей еще не понимал какие-то какие-то негритянки как-то о сан-франциско ну сан-франциско я устал как собака подумаешь ну и понятно что в нью-йорке это была осень слякоть холодно сан-франциско все время двадцать три двадцать пять там не жарко не холодно там широта какого-нибудь узбекистана в то же время гольфстрим приносит холодную воду и поэтому очень много туман в этот фирменные фотки туман над мостом золотые ворота это из-за конфликта широты и течение холода да вот девяносто первом году я очистился сан-франциско чем ты там занимался те же учиться надо было по идее надо было но а логике на вкрою открою ужасный секрет в америке образование платное никакого образования особо не задалось были какие-то там курсы ночью херня на палочке так нормально в общем до высшее образование у меня нет могу могу в стиле задорного там ужасная америка или киселев сейчас кто америка сейчас уже задорно в могиле значит киселев ужасная америка обличать что из америки ну вовсе не так ну нет денег и нет там страна которая лишила образование нашего гостя соединенные штаты америки все образование платная очень-очень легко скатиться в такое да 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 очень легко скатиться в влечение америки я совершенно не хочу этим заниматься просто разные страны разные миры разные очень даже но страна как и везде есть свой плюс и если еще на более того все очень регионально все один в каждой в двушке свои погремушки дома массачусетсе одно на соответственно западном побережье все другое и т.д. и т.п. а в мичигане больше всего платят за сдачу бутылок из-под алкоголя то есть там на там на 1-2 цента больше и на это на бутылках написано что-то 5 центов а в мичигане 7 я могу ошибаться цифрами но я помню разглядываю бутылки с пивом всегда как у них хорошо в мичигане это программа помощи населению все дорогие алкоголики собираемся едем в мичиган хорошо сколько ты в итоге но 15 лет вот у меня интересная такая 15 логи 17 лет в сср тут уже на сам виде то есть мы мы же принципе на твоей территории 17 17 лет в сср 15 лет сша и вот сейчас исполняется пошел 16 год в новой россии значит мы сейчас находимся знаменитый лиговский 50 такой кластер это бывший склад высшие склады царской железной дороги то есть я так понимаю эти здания были построены при царе ты меня можешь поправить как краевед но они до 17 года при царях я бы так сказал удивительно что я когда я приехал из америки в россию я за еще занимался рок-музыкой активно я играл репетировал мне было 33 года вполне вполне живую возраст для человека здесь было много разрушенных корпусов здесь были реп точки база где репетируют музыканты такие трущобы сейчас все облагородилось вот и продолжает облагораживаться тут ремонт и но это такое московского лондонская берлинский путь здесь реально у ребят было заколочено фанеры кто-то репетировал какие-то олды среди зрителей может быть вспомнят кто здесь что было не было этих клубов еще всех а это возникло ближе к десятом у здесь же по моему летом устраивается открытая терраса в том числе значит уже в начале десятых вот мы сейчас смотрим на здание за забором да там появился знаменитый бар буфет пьяная груша да если кто-то помнит у меня за спиной во дворах был бар душ если кто-то помнит душ такой был бар что-то там а ну там тоже рок-музыка играл хочется переночить его на душ да вот в общем да потихонечку здесь потом появился цоколь который приехал с какой-то с третьей советской ну да они оттуда переехали потому что они это же бывшее молоко типа да то есть они сначала там на перекупном потом они по-моему два раза меняли локацию были за бы козы октябрьский потом они перекочевали ну и 6 лет назад сюда переехала ионотека потому что наше оригинальное изначальное место открытия это мучной переулок там нам создали невозможные условия по аренде и мы на авито нашли помещение вот вот это вот вот то что черный козырёк это бывший ионотека сейчас там какая-то транспортная компания давай чтобы как-то логично завершить этот твой американский пассаж ну но все не уместишь не да понятно что 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 ты там пребывал ну если чем-то занимался ну все-таки я там работал жил играл музыку кем ты там работу в какой сфере я сменил очень много профессий моя первая профессия была охранник выставочным зале моя последняя профессия была инженер тестирования программного обеспечения в банке то есть я не плохой разлет да я еще был пример между этим я был медбратом я был заведующим склада я был шофером-экспедитором то есть я перепробовал много всего я потом получил конечно несерьезное образование но в виде курсов компьютерных и влился войти индустрию в начале нулевых когда идти все закрутилось спасибо маме и жене который сказать саши никакого рок-н-ролла и держите компьютеры ребята отличные бабки но подумайте ваша жизнь изменится навсегда у нас статья много действительно с тобой в общем наша тоже там и грузчик и я столяк по первообразованию в итоге главный редактор и специалист в области сэмэм и и все такое прочее ну да по пути до что подтолковал в итоге тебя покинуть прекрасные прерии небоскребы и все такое я честно говоря затрудняюсь сказать вот одним таким словом или предложением можно свалить это на кризис среднего возраста в 33 это рано или поздно нет это как раз пик можно можно на этот свой можно сказать что я мог себе это позволить меня была хорошая работа нормальный достаток у меня не было семьи ипотеки на тот момент который меня бы заземлили сша я мог сказать а вот давайте ну и конечно злоупотребление всем чем угодно тоже помогли расслабиться и делать свободные выборы тоже человек трезвые законсервированные забронзовела вряд ли будет так метаться артистично на свечи смотрите самый центр города самый центр есть по водные места для парковки и еще пока бесплатно прикиньте вот я всегда рекламирую петербург по этой части хорошо ты решил вернуться вернулся и какого было твое ощущение от того что то есть увидел ты же уезжал совершенно с другой стороны вернулся туда же на самом деле первое мое возвращение произошло спустя 8 лет это было в девяносто седьмом девяносто восьмом году я приехал еще в ельциновскую россию мне не понравилось на самом деле вот сейчас этот пассаж ребята все кто родился во времена путина я вам сейчас расскажу значит я уезжаю в девяносто первом вообще ничего не понятно приезжаю девяносто восьмом на метро владимирской стоит бабушки продают все что у них есть нищета грязь разруха я уезжаю обратно сша думаю как хорошо что я живу сша далее я приезжаю в 2004 году но это не часто ездил в россию это далеко у меня отец живет я приезжал к отцу я я вижу совершенно другую страну уже при путине 2004 все чистое расцвело кафе бизнес и так разительная разница я был взрослый человек в районе 30 лет я мог сравнивать то есть все кто не жили при в лихие девяностые не понимают разницы и частенько хотят чтобы было как при ельцине вы просто не понимаете как хреново было на мой взгляд на человека из сан-франциско который приезжает и видит женщин за 50 за 60 которые продают домашнюю утварь тарелки какие-то чтобы просто выжить но весь город был сплошной толкучкой дарская стена и прочее бывший практически американец топит за владимира путина не задать это на самом деле просто сравнение яблоки и апельсины а может вы просто не любите фрукты вам нужна баранья нога я не знаю изменения были колоссальные нулевые как который ты приехал в 2004 года вот я 2004 приехал из петербурга москву я хочу сказать что это был пик вот этих нефтяных нулевых денег было 100 всех что все быстренько позабыли про то как они там жрали пельмени с майонезом в лучшем случае да вот в нулевые топить против там путина всех остальных это было маветон этот симачёв вы спускала футболки там с путиным и так далее то есть почему видев как все меняется зависимости от жрачки в общем 2004 я увидел отличную россию подумал а почему бы не переехать в 2006 я осуществил свою мечту с тех пор я не ни разу не пожалел я мог пожалеть что я когда-то много бухал или еще чем-то занимался но я никогда не пожалел что переехал в россию это звучит убер патриотично но это вот так ребят я даже под пытками то же самое скажу да мы как раз идем в камеру пыток где мы намереваемся мы продолжаем гулять по лиговскому поэтому кластеру люди которые попадают на лиговский 50 впервые они пугаются что это какие-то лабиринты непонятные здания здесь куча мы мастерских такая небольшая промзона но в том числе и какие-то лавочки каких-то умельцев байкеры прячутся клубы есть даже студии балета то есть такое очень интересное место уже десятилетиями ходит легенда что все это снесут построить скоростную дорогу но что-то ничего не строит и не сносится сейчас идет в то второй этап об идее скоростной дороги но я надеюсь они как-то по-другому на самом деле неважно я даже буду рад потому что пинок под жопу у нас отсюда выгода мы найдем еще больше помещение все конкуренты очень сильно обосрутся так что ионотека будет жить пока я же перейдем потихонечку к ионотеке тогда то есть до этого чем ты занимался на первых парах я устроился в айтишную компанию всего у меня было здесь две серьезных работы одна из них компания занималась с машинным переводом это то что сейчас называется google переводчик но в россии свои разработки существуют не только киски но и собачки собачки а вторая компания где работал там игровой бизнес то есть онлайн игры если если кто не знал все ваши фифа и прочие игры рисуются в россии квинтэссенции мы уже короче погружаемся в мир ионотеки письки письки и сиськи и письки ауфа ау да мы уже погружаемся погружаемся да я работал какое-то время войти я играл в группах потом через какие-то концерты с группами я занялся организаторской деятельности то есть я собирал там шесть-семь групп организовал фестивали мне это понравилось потихонечку я гитару на стену повесил и перешел в организацию а через сейчас 13 через пару лет организационных успехов я уже сделал клуб чтобы не идти на поклон в другие клубы типа я саша ионов пустите меня с моим фестивалем я открыл клуб в котором фестиваль каждый день если захочу вот мы стоим у ионотеки такой невзрачно без вывески почему нет вывески потому что это андеграунд но все обыватели негодуют о вас не найти ночью здесь зажигается красный свет и всем кому нужно все находят напротив нас у там байкеры прячется ведь я так понимаю я в какой-то момент отошел от музыки тем более от современной но вот всякие проекты типа там электрофорез и прочее они же ну как как это в америке принято есть вот группы которые были резиденты там ну электрофорез плохой пример они в ионотеке играли несколько раз мы когда они были на этом уровне на уровне андеграунда мы достаточно часто общались дружили ну да есть определенный разряд групп которые вышли из ионотеки если вы занимаетесь или любите независимую музыку вы найдете и узнаете даже не хочу никого рекламирует тоже назову пару имен другие обидится но мне просто казарян степа в свое время прожужжала все уши поэтому любит жужжать апреля за фореза или круиз замечание грубо когда они на концерта 5 сыграли в ионотеке это было на рубеже 14-15 года когда они еще не были настолько звездны то есть вместимости ионотеки всегда была в районе 500 но не более 300 на самом деле 300-500 и сейчас группа лика форез собирает тысячные залы то есть нам как бы не нечего сейчас и обсуждать не нужно точно по панаку у меня шут перес и без него я может и более того я даже целый год просуществовал как менеджер группы шут перес это было если вы или в тринадцатом в четырнадцатом году вот но это уникальная группа и я не могу похвастаться тем что я как-то им замечательно помог зато я помог им сделать уникальный концерт в магазине в ликер и водочном магазине они сыграли причем опять же вот саши ионов и шорт пари шорт пари говорит говорят мне мы хотим сделать концерт в ашане саши он и предлагает им стекляшку 30 квадратных метров но это было круто это было круто ребята музыканты стояли за прилавками и люди в очереди входили обходили круг как будто покупки и выходили а я стоял дрожал когда прият менты не приехали вот такое у нас полицейское государство я пропустил в районе 200 человек через стекляшку грохотала музыка и никто не приехал а может мы там людей насиловали кто знает вот такой вопрос я хотел задать понятие инди-музыки вот смотришь там инди-инди это от слова independent независимый но вот смотришь или слышишь какой он там группа которая как инди ну вот так существует и инди-поп это независимый поп скорее всего тут речь идет о такой музыки но которые я понимаю что в инди-поп что-то независимая попса потому что мне свое время когда я тоже хотел стать музыкантом и отдал на одну радиостанцию тогда еще это можно было демку и и они говорят слушать у нас попса игры так это попса да но у вас мне сказали не коммерческая попса я вот в то время был типа инди-поп с их точки зрения ну что могу сказать ну вот разная музыка мне кажется все таки в моем понимание вот инди это 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 уровень можно рассказать звучит ужасно на финансовый когда ты наскребаешь деньги чтобы записать сам ты ходишь на работу а вечером записываешься наскребаешь деньги чтобы записать свой альбом ты независимый это звучит даже иронично ты у тебя нету продюсера который вкладывает деньги у тебя нет спонсора ты независим ты сам вот сегодня захотел заработал а завтра все пропил вот вот это это очень грубо и многим не понравится но в данный момент вот это и есть инди когда ты сам дать айвай в том числе как бы ты описал публику которая ходит на теку ты вот все время там говоришь что вот вы жденный при путина и так далее ты вообще как себя ощущаешь по отношению к ним да замечательно я не страдаю и джизмом спасибо америке хоть я иногда люблю покритиковать америку но эта страна все-таки прививает абсолютно такое свободное отношение ко всем воз возраст национальность и так далее вот так что в этом смысле повезло что но у меня нет никакого барьера и на самом деле иногда меня люди удивляют я и я такой черт тебе же 15 вот почему ты так странно ведешь а я я забыл я просто с человеком общался ну да надо делать скидку там что ты такой у меня вот это отсутствует может быть это плохо на самом деле меня нет этого фильтра то есть абсолютно нормально я со всеми общаюсь а то что я сейчас небольшой спич произнес про время путина ельцина то что меня раздражает что у людей такое неведение того что было какой-то непуганность ну это это отдельное политическое раздражение вечная история про смену поколений проданы подростковый бунт и прочее прочее то есть надо просто понимаю что путин всем надоел я бы я тоже не в восторге от там его образа господи но особенно после президента сша да но честно но не хочу в ельциновская не хочу в горбачевской хочу во что-то новое интересное дай бог что все получил от наш вечно живой да это кстати недавно появился надо я специально сюда и привел чтобы показать армия лисе так на чем мы остановились да мы остались на инотеке и на современном поколении как бы ты тогда все таки вот в этой среде до индии не индии для меня референтные персоны это опять же как азарян с его болью и москвы музыку и к это ионов здесь там некоторые люди там в казани и так далее это те люди которые формируют вот это вот ну по сути субкультуру я думаю субкультуры и так справляется без без вас да мы скорее всего такие магниты которые например степан казарьян вот и и и пак показываем петра первые я я рассказываю степане казарьян степан казарьян является таким магнитом который к себе притягивает группы и вот создается фестиваль боль достаточно масштабный я собственно говоря делаю примерно то же самое немножко в меньших масштабах жену не хочу я работать с огромными коллективами у меня вообще проблемы с этим низкопоклонничеством я у меня у меня у меня был послушайте ко мне приезжает им какая-то датская певица год мне пожалуйста фен вентилятор для волос я просто так во первых такое используется для снятия видео чтобы девушка красиво выглядел в ионотеке я мы короче нашли обычный фен летний до поставь вентилятор и поставили и но и вот это что имею ввиду под низкой поклонничеством я не хочу обслуживать этих звездов и я хочу там привет ночью выпьем пивка молодец спасибо вот все ваши деньги заберите все шли но не надо из меня делать слугу до который там что там вам фены ставят блюдечки с каемочкой нахрен это рок-н-ролл как бы рок-н-ролл не не изящное искусство что для тебя сейчас петербург как бы ты его как я нового время со своей . секс и кулакомни со своей в той среде в которой существуешь вот как ты видишь петербург я наверно могу сказать чем стал петербург да это такой очень много культурный центр много национальный много культурные куда съезжаются огромное количество людей нравится что лишь много культурный а не мультикультурный это так спасибо у меня по разным с языком у меня иногда американизм внедряется иногда что-то очень круто другого склада еще пропустим машину другого склада с этому мультикультурная среда это просто такой вот со всех регионов и даже из других стран к нам приезжают люди они здесь творят креативит вот отвратительно американское слово нет вот и таким образом создается такой 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 вот плавильный котел атмосфера это классно и еще один вопрос все таки как бы ты охарактеризовал это поколение 15-20 лет но с которым конкретно ты общаешься мне кажется основной конфликт у людей постарше возможно у твоих зрителей до возникает потому что они не осознают что мы находимся в процессе перерождения культуры это где мы находим такой кокон и непонятно что из него вылезет бабочка или чудовище до чужой чужой вылезает из кокона а может прекрасная бабочка и кажется что странное непонятное и вот мы пугаемся господи они не читают книги но тик токи да тик токи фу это просто новый формат это да ну давайте отмотаем пленку когда-то был театр вдруг полип появилась кино телевидение все вот как вы можете смотреть эти живые картографии убьет живопись да да из той же серии только конечно все ускорилось до электронная но мы мы идем в другое общество во всех отношениях то есть там месяц социальная все старые структуры семьи все это бесконечно можно философствовать про это но главное чтобы понять что вот эти дети или молодые люди не надо них смотреть как на деградантов которые фу вот не надо вот это все фу 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 раньше трава была зеленеет больший бред нужно проскать это другое это зарождается нечто совершенно новое и надо наблюдать за этим интересоваться вот это ключевой момент потому что это же ну по сути это вечный конфликт отцов и детей есть когда когда вот это все вот они там малолетние дебилы и прочее ты смотришь на этого 45 десятилетнего человека и думаешь да по моему малолетним дебил ты стал на самом деле но вот по моему мнению если ты вот так вот воспринимает жизнь и с этому состоянии понять что ну мир меняет нужно при что он очень меняется сейчас например ведет формат вертикального видео то есть вы можете забыть уже про вот эти ваши фильмы тарковского все это все трэш тарковского что будет перерезать в такие возможно то есть новые клипы новые видео все будут в вертикальном формате я сегодня об этом беседовал с клипмейкером и во мне даже минут мне захотелось как нет нет горизонтально а потом я сам себе по губам или там по шее искал а давай вот так потому что я я тоже смотрю вертикаль да в общем таким образом нужно стараться не скатывается это стариковское ворчание бесконечное и тогда все будет классно поэтому следующем году опять увидите павлика с ирокезами да и все такое прочее значит во первых хочется всяческих успехов пожелать на твоем творческом пути крайне приятно знать что у нас в городе есть такие позитивные очень открытые люди которые являются для молодежи для молодежи ну чего дом домом родным да и все такое прочее редкий случай когда не надо рекламировать на теху не надо стали ссылки прочее кому надо действительно все все найдут и если вы там какой-то там инди пинди музыкант то вот пожалуйста можете да мы собственно говоря открыто для всех музыкантов даже если вы собираете 10 человек всегда можно сделать концерт из пяти групп уже 50 человек и дать вам замечательный ужасный вторник если вам 16 лет вторник это то что надо пожалуйста играете мои годы была среда это вы видите уже конкуренция это все варьи варьируется варьируется чем ребята музыканты артисты поэты кто угодно обращайтесь все сделаем поговорим договоримся ну а тебя хочу по традиции сказать что на удивление я все еще увожу людей и буду водить в москве активно в конце октября и в середине ноября народ изголодался и в связи конечно с новыми всякими правилами с киар-кодами и прочее не значу по питеру но москве совершенно точно будет счет закрытых помещениях мои мероприятия там и романов без соплей и прочее да я появился я появился еще в феврале марте вот у меня есть киар-код и более того я сейчас пойду еще и ревакцинируюсь а просто сколько прошло но я февраль-март вот как я вам нет мне мне помогло мне реально помогло был просто эпизод когда вдруг выяснилось что это она и в два дня и все у меня я не заметил если бы я просто случайно не сдал бы тест кема я сначала в апреле переболел а в августе приявился хотя мне говорю не надо у тебя уже есть антитела но я я уезжал на юг и я хотел иметь эту справку чтобы меня пустили в отель все такое ничего страшного я переболел и вакцинировался живой здоров все хорошо живой здоровый красивый прекрасный позитивный и бла-бла-бла сами напишите в общем комментарии туда спасибо за ваше внимание увидимся пока шикарно